24 апреля международный день солидарности молодежи именно молодежь сейчас активно включилась волонтерскую работу как она проходит и кто помогает самим волонтерам об этом поговорим в программе на повестке дня я юлия тихомирова здравствуйте мой гость сегодня захар кармалита начальник управления по молодежной политике мэрии ярославль добрый вечер добрый вечер и так ярославцы активно включились волонтерское движение вот в этих непростых так скажем условиях какую помощь они оказывают и кому прежде всего речь идет о проекте мы вместе это телефон федеральной горячей линии где по телефону одинокие пожилые люди в возрасте от 65 лет могут попросить волонтеров помочь доставьте продуктов медикаментов и товаров первой необходимости до их дома вот соответственно именно вот эту функцию на сегодня себя взяли волонтеры они откликли активно откликаются на заявки на просьбы и помогают пенсионерам а вот в этих вот тяжелых условиях самоизоляции мэрия тоже поддерживает добровольцев да безусловно на базе регионального центра добровольства созданный городской штаб где как раз куда поступают заявки от тех пенсионеров которые проживают на территории города ярославля ну а функция мэрии как раз создать все условия для работы этого штаба на сегодняшний день оказано содействие в обеспечении бесплатным проездом в общественном транспорте именно волонтеров которые направляются к месту выполнения заявок и обратно а предоставлены автомобили для того чтобы было комфортно перемещаться средства индивидуальной защиты то есть все те материальные ресурсы которые необходимы для работы штаба они прежде всего конечно предоставляются региональным центром и мэрии города ярославля захар куда обращаться тем кто нуждается в помощи два адреса первый это всероссийский сайт мы вместе ну и конечно телефон горячей линии 8 800 200 ровно 34 11 где операторами федерального штаба принимаются заявки ну и дальше уже эти заявки поступают региональный и далее городской штаб ну на всероссийском сайте мы вместе наверное наиболее полно раскрыта эта информационная составляющая да безусловно и там же можно зарегистрироваться волонтером что сегодня кстати очень важно а вот те кто сам готов помочь и им тоже туда обращаться иногда сайт мы вместе да все люди которые хотят помочь они регистрируются на сайте их анкета проходит модерацию проверяется возраст дальше они проходят онлайн обучение им назначается встреча уже в местном штабе где с ними созваниваются но и дальше встречают наши оператор штаба это очень важно потому что важно сегодня не только помочь нуждающимся но и обеспечить безопасность волонтера это возможно только при соблюдении всех условий начинают обучение заканчивая обеспечением средств индивидуальной защиты а какая помощь на сегодняшний день кроме волонтерской требуется еще но вот сегодня наверное другая тоже волонтерская помощь это доставка людей оказавшихся сегодня в сложной ситуации самоизоляции которым необходима регулярная медицинская помощь например у нас есть категория людей которые которым требуется такая процедура как гомо идеализ это люди с нарушениями медицины с теми у кого есть показания к постоянному обращению станцию переливания крови соответственно требуется помощь авто волонтеров которые могли бы довести их избавить этих людей от пользования общественным транспортом поскольку мы понимаем все равно ну степень риска там выше вот ну и в принципе мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к проекту потому что и по адресной помощи и по помощи формирование продуктовых наборов помощи в благотворительных различных проектах люди постоянно требуются тем более сегодня мы понимаем что есть определенная усталость волонтеров и такое понятие когда мы уже понимаем что один человек не может постоянно заниматься деятельностью поскольку у него есть и семьи и дети да ему нужно где-то считаться своим собственным временем поэтому мы будем рады любой помощи от людей которые хотят присоединиться вы знаете есть такая этическая этический момент когда мне в моих социальных сетях очень часто пишут многодетные семьи или семьи с малоимущие так скажем а какой-то помощи и при этом я говорила с фондом милосердия и здоровья с филаной николаевной лягушевой которая однозначно уверена в том что все многодетные семьи у них так скажем на карандаше и всем этим семьям оказывается помощь вот как здесь вот разделить вот это вот чтобы не попасться на удочку не совсем честных людей а я предлагаю всем обращаться в службу социальной защиты населения поскольку у них есть весь перечень полный тех семей которые нуждаются которые прежде всего находится самом сложном положении конечно хочется помочь в первую очередь им поэтому есть у нас из телефона социальных служб и центра социальной защиты они все опубликованы в интернете поэтому пожалуйста обращайтесь туда они уже формируют непосредственно те списки нуждающихся в первую очередь мне кажется это будет самый правильный в том числе и от органов соцзащиты очень плотный контакт выстроен с фондом милосердия и здоровья они реализуют по сути одну программу поэтому это будет сегодня самым правильным то есть давайте еще раз повторим если я обычный ярославец хочу помочь какой-то семье продуктовым набором или там отдать какие-то вещи мы обращаемся в органы социальной защиты или фонд милосердия и здоровья да если по вещами то лучше так хорошо другой теме хотел бы перейти оказывают ли городские власти сейчас какую-то помощь молодым ярославским семьям но сегодня нужно говорить сейчас идет активный период выдачи свидетельств молодым семьями на обеспечение жильем молодых семей тоже тема уже неоднократно поднималась в этом году 52 молодых семьи стали участниками программы которые в этом году смогут улучшить свои жилищные условия это многодетные семьи вот сейчас уже 35 семей получили свои свидетельства на право социальные выплаты остальные получат буквально в течение ближайшей недели вот и это значит что по истечении 7 месяцев мы получим результат видит 52 семей улучшивших свои жилищные условия тоже очень важно несмотря на то что сейчас вирус несмотря на то что определенные процедуры замедлены тем не менее мы нашли возможность выдать свидетельство этих условиях а вот в условиях пандемии как планирует дальше работать в управлении по молодежной политике а очень интересный вопрос спасибо правда нам пришлось быстро перестроиться действительно сегодня мы ограничены во всех живых форматах общения мы сегодня перешли полностью на дистанционную работу все три молодежных центра которые есть в распоряжении нашего управления они переведены на дистанционную работу сотрудники работают там из дома да где-то в основном девяносто девяти процентов случаев из дома вот соответственно но тем не менее это онлайн проект у нас сегодня 5 информационных таких проектов сети запущено на по различным направлениям а параллельно с этим мы адаптировали те проекты которые у нас были то есть интеллектуальные игры превратились в онлайн квизы а какие-то исторические викторины тоже превратились в онлайн формат и сегодня у нас такая очень большая серьезная задача связана с проведением 9 мая который мы тоже понимаем что придется проводить очень сдержанном режиме общение через интернет да я хотела бы вот здесь вот особо остановиться на этой теме но вот все же если вернуться к молодежи как ярославская молодежь реагирует на вот такие вот внезапные изменения это отменены массовые мероприятия закрыты многие учреждения если слежу за своей группой поддержки хоккейного клуба локомотив который насчет большое количество девчонок очень грустная ситуация онлайн тренировки не спасают как бы я согласен с вами очень тяжело но с пониманием то есть люди понимают да тяжело но нужно всем объединиться а действительно мы сегодня предложили различные онлайн мероприятия да там викторины и конкурсы и образовательные курсы и курсы направлены на саморазвитие сегодня наша задача сделать так чтобы люди в интернете общались заменяли то живое общение тяга к которым является естественным естественной потребности человека вот и как-то может быть с минимальными потерями для себя справлялись в это тяжелое время так конечно мы все понимаем что всем тяжело поэтому постараемся сделать максимум для того чтобы люди как-то использовали это время с пользой узнавали что-то новое придумайте какой-нибудь интересный и захватывающий флешмоб для всех молодежи ярославля вот как раз тема 9 мая понятно что указан президента парад победы перенесен на неизвестное время понятно что по ярославским улицам не пройдет бессмертный полк но все же мы же не можем просто так 9 мая сидеть дома и ничего не делать вы что-то собираетесь каким-то образом почтить память наших героев да действительно мы уже приняли к сведению те рекомендации которые даны представителями бессмертного полка то есть это всероссийское общественное движение вот и сегодня мы уже начинаем информировать население о том что мы предлагаем провести бессмертный полк онлайн то есть это наверное самая простая и понятная форма виде аватарок виде различных рамок да на те странички в социальных сетях которым пользуются люди но и самое главное для нас как для организаторов как для соорганизаторов сделать так чтобы это не ограничивалось только фотографии но это огранировать чего это не это расширялась и историями ветеранов это расширялась историями тружеников тыла вот тем более что в настоящее время мы видим очень большой всплеск истории внимания к историческим деталям к тому что ярославль действительно внес огромную победу в трудовую победу в победу великой отечественной войне поэтому нам очень хочется чтобы вот эти истории ярославцами тоже были подняты и озвучены на страничках своих социальных сетях ну что ж спасибо на мои вопросы отвечал захар кармолита начальник управления по молодежной политики мэрии ярославля смотрите программу на повестке дня по будням 19 15 на городском телеканале я юлия тихомирова с вами прощаюсь через несколько минут моя коллега наталья пионова начнет подводить первые информационные итоги дня а